Здравствуйте дамы, здравствуйте господа, с вами Ультрест, Зурлейн, и сегодняшним этим видео является обзор патча от 25 ноября для англоязычных серверов. До 9 декабря пройдет ивент World Spanning Arclight, это получается коллаб с аниме Гринман и Дуна Зенон. Тут будут карты с Т1 по Т4, то есть всего их будет 4 штуки, SP локация и экстра локация. Весь контент будет открыт сразу же в первую неделю, никакого переноса на через несколько дней не будет, потому что локаций просто банально мало. Будете как обычно защищать ивентовые карты, получать очочки ивентовые, в ивент накопление будет магазин ивентовый, из ивентового магазина можно будет купить часы Асукагаву, всякое барахло как обычно мы это можем купить из магазина типа там чертежей, и конечно же обещают нам когнитив чипса, которые будут нужны именно для апа до 125 левела. Ну а за ивент за накопление можно будет достать Муджину, по-моему просто замечательно. В это же время пройдет мини-евент Shoutdown GridJu vs SkyJu, это получается будет жуткий майндзю, который превратится в Годзиллу и мы с ним будем сражаться. И ивент Юме Джорни, когда нужно будет зайти каждый день, крутить 5 попыток, и эти 5 попыток вам в конце концов могут привезти мебель коллабную, уникальную. Напоминаю, что то, что все это сейчас связано с коллабом, это все только на один раз, поэтому постарайтесь, что называется, накатить на эту активность по полной. Новый Battle Pass стартует с 1 декабря, опять он пройдет 2 месяца. С бесплатной версией можно будет купить ее мету, ну как купить, достать, заработать. И ее копии для ее прокачки. Это получается японский легкий авианосец, вот так вот она выглядела когда-то раньше. И радужную булинку за сотый левел, то есть награды переработали и решили вот такую вот штуку нам дать. А при покупке Battle Pass за денежку, еще также можно будет вытащить скин на Колорадо. Напоминаю, что Battle Pass стоит 10 долларов, но эти 10 долларов почему-то у них стоит порядка 900 рублей, так что же называется, держитесь. Доступные коллабные персонажи из гачи, их можно будет достать и не только до 9 декабря. Рика Токарада, гачи выпадает. Амана Шинджа, также из гачи Юма Минами, из гачи Хас, гача Намика, гача. А вот Чисе Асакугава это гачи и вентовый магазин, также он выпадает с карты. А Мужино это, как называется, вентовая валюта, как я уже в самом начале видео и говорил. Новые скины на вышеназванные корабли будут нам добавлены. Рика Токарада, Акана Шинджа, Хас, Намика, Юма Минами, Чисе Асакугава, Мужино. И наши любимые и обожаемые Брэмертон, причем в Live 2D Брэмертон будет. И Индепенденс, все это в тематике Эбьозер. А в аренду можно будет взять данные скины на Рику Токараду, Акана Шинджа и Юми Минами. Две штуки, хотя на выбор дают три, но можно будет взять только два. Новые вещи в донатном магазине, как обычно, Limited Build Supplies, Strategic Supplies, Decor Token Paki, Когнитив Чи, Паки, все это будет доступно также до 9 декабря. Новый Gear Skin Box, то есть получается скины на снаряжение в тематике этого аниме, называется Gear Skin Box и четыре раза буква С. Можно будет купить до 9 декабря. Обычно это еще также продается из ивентного магазина, но из обычного магазина тоже можно будет купить. Правда уже за золото, и обычно я не рекомендую вам, как бы не мое дело, покупайте вы или нет их. Но в этот раз это все-таки коллаб, уникальная активность, которая только один раз происходит. Так что Gear Skin Box, что называется, есть не просят, денег реальных не требуют, а я бы на память все-таки купил. Будет доступен коллабный Dorm, модель City. И это не в смысле город моделей, а в смысле уменьшенная копия города. Вот картинка, сами видите, что он из себя представляет. За декабрьскую логин-фурнитуру нам дадут, получается, Box of Surprise. То есть, как обычно, у нас каждый месяц выдают какую-нибудь веселую штуковину за целый месяц логина. Касательно озвучки, персонажи, которые вводятся коллабный, сразу будут с озвучкой. Также введут озвучку на Хио Мету, которую можно будет достать с Баттл Пасса. Напомню, что она фиолетовой редкости будет в качестве меты. Касательно скинов, вот то, что вводят, тоже будет с озвучкой. Но обращу внимание, что также на Принца Ойгена будет введен, озвучка введена, потому что она не была до этого. У нас он безгласный был Принц Ойген. Что весьма иронично, кстати, здесь в почту новости написал Пинц Ойген. На Марбл Хэд также будет Колорадо, на скин именно. Блэк Принц, Суруга. Вот те корабли, которые напрямую не относятся к данному коллабу, я решил их выделить, что называется, отдельно. И все девчонки из данного коллаба имеют экстра-войслайны, то есть у них больше, что называется, тем для разговора. В джестаграме также будет новый контент до 9 декабря в честь коллаба. Надеюсь, там будут какие-нибудь прикольные и веселые штуки. Касательно оптимизации, тут довольно многое изменили. Во-первых, в лабе изображение персонажа, достигшего 30 уровня разработки, ну то есть 30-й деф-левел, и с открытой симуляцией судьбы, то есть фулл прокачанность игры человеческим языком, теперь будет отличаться особым значком. То есть не нужно будет тыкать случайно, а, этого я прокачал, этого я не прокачал, а что это у нас здесь находится? Не, короче, сразу все на месте видно, удобненько. Идовольная функция быстрой конвертации универсальных чертежей в чертежи персонажей прототиповских, потому что раньше нужно было выбрать конкретный чертеж, натыкать на конкретного персонажа, если там много волн, ну, например, чертеж высокой волны, там 4, там все вплоть до 1 указано, ты такой листаешь лицом лягушки. Короче, это долго. И оптимизировано выбор максимального количества чертежей. Касательно чата, канал чата боссы, в котором просто все загажено этим просьбой, а, помогите, все, короче, наконец-то закончилось, этого кошмара больше не будет, и у вас после перезагрузки игры становится текущий выбранный канал. Касательно кошачьего дорома, про который я забыл, а после этого вытащил оттуда мио-офицера 24 уровня. Хе-хе-хе, как я и мог забыть. Оптимизировано уведомление кошачьего домика, теперь оно появится, если мио-офицеры закончили тренировку или же были выполнены следующие условия, либо появилось свободное тренировочное место, либо есть коробка с котом. Офигеть можно, потому что я реально забыл про того мио-офицера, который проторчал со старта ввода данной активности до вот буквально на днях, но все это время, там не знаю сколько, полгода или даже больше, проторчало, качнув от штилок 20 почти 5 левелов. Это безумие. Исправлена проблема, из-за которой повторное нажатие на кнопку экстра в фильтре, не сбрасывала его обратно до ноу-лимит. При выборе в доке фильтра на тяжелых крейсеров, теперь корректно отображаются еще и большие крейсера, ну типа Азумы например. Исправлен бак, из-за которого противоподлодочный стат у прототипов не получал прибавку из-за привязанности. Теперь же касательно тех активностей, которые подошли к концу. Более не наступен ивент до Фош, она мне выпала, кстати говоря, с гачей там пару раз круто, но сразу выпала. Очень красивая барышня, кстати говоря, это ее автор, художник, тот самый гений, кто подарил нам Абруци. Мне нельзя будет больше достать из ивента вот ту классную машинку, которая каталась у нас в Дорме. Скины в гоночной тематике также больше нельзя будет приобрести, что называется, не успели, не успели. Надеюсь, вы были довольны и купили то, что захотели. Желаю вам всем удачи в гаче. Сегодня техработы пройдут 8 часов и я запущу стрим, чтобы побыстрее, 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 чтобы сразу вкатиться в 6 часов вечера. Сегодня, знаю, не пятница и суббота, но я хочу провести в 6 часов вечера. Надеюсь, мы приятно проведем время. Буду рад вас всех видеть. Всего хорошего, удачи, до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова